Приветствую вас и начать мне хотелось бы с того, что отвечая на вопрос о принадлежности вас к ориентации, мне бы хотелось сказать, что нет, вы совершенно определенно гетеросексуальная ориентация, то есть вам нравятся мужчины, нравятся парни, но при этом есть проблема, что вы только с девушкой по причине наличия доверия, то есть вот это вот ваше непринутивное общение, которое нам отдаётся, и наверное ещё просто более спокойного ощущения себя. Из-за этого вы просто-напросто с ней можете получить удовольствие, а мужчины нет. Это естественно не отношает того факта, что у вас нетрадиционная ориентация, просто это отношает, что вы удовольствие это получить хотите, в удовлетворении это вы нуждаетесь, как и любой человек, а с парнем, которого вы любите и которым дорожите, вы этого получить не можете. И естественно вы обращаетесь к другим средствам, это для кого, какое может быть средство, то есть здесь кто как, на что гораздо, там и ищет источники удовольствия. На мой взгляд, проблема была вот в чём, ваша проблема точнее, вот в чём. Значит первое, ну вот то, что вы оргазм испытали пару раз на стадии прелюдии. То есть в этот момент нужно как бы поподробнее, потому что как вы его испытали, что делал мужчина, делал ли он что-то определённое, или вы были в определённом состоянии, непонятно. Дальше. Стыдно обсуждать такую тему, подтворяясь в постели. Почему стыдно обсуждать такую тему? Секс, это одно из, ну пожалуй, самое интимное совместное занятие, которым занимаются двое людей, ну в классической паре, конечно. И без обсуждения, без корректирования того, что человек делает, особенно мужчины, ну иногда просто не обойтись. Потому что мужчина не телепат, и мужчина не знает, чего вы хотите. Мужчина не знает, как вам нравится, он опирается на свой опыт. И вы ему не говорите, он думает, что всё хорошо, и не удовлетворяет вас. А не говорите вы потому, что у вас есть какой-то блок. Скорее всего, вы не принимаете сами себя. В чём-то. Сексер. Связано это, может быть, с комплексами, может быть, с предыдущим опытом взаимоотношения с парнями. У вас в предыдущем опыте у вас было что-то негативное, чего вы теперь боитесь. Может быть, но нужно с этим опять-таки разбираться. То есть причина того, почему стыдно, нужно выявлять. Ничего стыдного в том, чтобы обсуждать такую тему, нет. И мужчина уверен, это понимает. Уверен, что он хотел бы с вами это обсуждать, но вы этого не обсуждаете. Почему, непонятно. Ну и на конец, а дальше. Вы пишете, вам стыдно признаться, что вы имитируете оргазм, сочтёт себя неполноценным и уйдёт. Но здесь, как вы понимаете, сразу такая вот двойная возникает проблема. Первая проблема, это вы почему-то за него все решаете. То есть вы почему-то за него решили, что он уйдёт. Что-то говоря, уйдёт мужчина только слабый, неуверенный в себе и тот, который вами не дорожит. Тот, которому, в принципе, всё равно на то, что вы чувствуете, на то, что вы получаете, всё равно на то, чего вы хотите. Такой мужчина уйдёт. Другое дело, нужен ли вам такой мужчина. Это первое. Второе. Мужчина сильный, настоящий, если он любит вас, он не уйдёт. Он, напротив, скажет. Ты молодец, что мне сказала. Давай подумаем, как сделать так, чтобы тебе удовольствие доставить. Что я делаю не так, что, может быть, я как-то, там, ну, скорректирую своё поведение, скорректирую свои действия. И так далее. Это будет сильный мужчина, которым движет желание сделать вас счастливым. И, наконец, третий, третий момент, связанный с тем, что вы пишете, что он уйдёт. То есть, получается, что вы боитесь, что он уйдёт. Ну, вот, страх того, что мужчина от вас идёт, это очень такая тема, на мой взгляд, проблемная. Потому что, во-первых, страх того, что человек уйдёт, мешает вам вести себя с ним естественно. Естественно, мешает быть равноправной с ним, свободной, независимой. Если вы боитесь, что он уйдёт, то вы что-то потеряете для себя, если он уйдёт. Возникает вопрос. А что вы потеряете для себя? Что такого вы получаете с мужчиной, чего вы не сможете получить без него? Кроме секса. Потому что тут, понятно, у вас удовлетворения нет. Что такого вы получаете? Если подумаем об этом, сможем это выявить. Сможем это найти. И если сможем это найти, вы сможете самостоятельно это удовлетворить. И не быть зависимой от мужчины. Тем самым, продвигая свои интересы, защищая их, и показывая мужчине, что, в общем-то, вы себя любите, вы себя уважаете, и тем самым повышая любовь и уважение его к вам. Вот, пожалуй, то, что можно вам сказать. Значит, ещё раз. Вы совершенно традиционной ориендацией. Вы по какой-то причине сталкиваетесь с препятствием при обсуждении темы секса с человеком. И вы почему-то решаете за него, что он сделает, если вы скажете ему что-то неприятное, вместе с тем боясь, что он уйдёт. Вот это основные ваши проблемы. И с ними нужно работать. Над самооценкой, над независимостью, над уважением к себе, любовью к себе, принятием себя, над принятием себя, возможно, над личностным ростом и развитием своего кругозора, своих интересов. Также желательно бы проанализировать ваш опыт взаимодействия с мужчинами вообще, а также детско-родительские отношения. Возможно, проблема-то там. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok